всем привет это анатолий радченко на эти шоу номер 4 и сегодня у нас в гостях замечательный трейдер с украины или как это правильно на украине с украины с украины шутки про украину наверно будут зашкаливать вообще владимир владимир расскажи что-нибудь о себе для начала чтобы люди знали такой вообще если в двух словах то начали начни самого начала не надо двух словах у нас у нас если уж самого начала начинать то трейдером я стал совсем случайно вот взяли меня когда-то молодого в инвестбанк чё за инвестбанк инвестбанк назывался kbc securities это бельгийская харькове под киевом но kbc securities такой бельгийская дочка у нас здесь было инвестиционного банка взяли говорят вот тут кнопки будешь нажимать когда тебе скажут я сделал нажимал нажимал а потом тот кто мне говорил их нажимать взял да и ушел с работы собственно с этого и началось все начали звонить какие-то клиенты нажми вот это и вот это продай это а потом не самому понравилось а вот пока работал в банке ну собственно бишь когда ты еще на деске работал обслуживал клиентов у тебя не было желания типа открыть свой счет и пробовать для себя торговать как-то было но нельзя было огромное понимаешь в чем дело но ну во первых нас скажем так сильно контролировали в этом плане а во вторых у меня изначально там один из первых начальников был парень тоже не глупый который сказал пацаны я все понимаю но кто на балкон будет с телефоном мобильным ходить курить тому я отрежу сначала один палец а потом по самое ворло серьезный да да ну то есть он просто все прекрасно понимал что если трейдер идет курить на балконе при этом с собой мобильный телефон что тут не чисто а если в этот день еще и много клиентских заявок то здесь вообще что-то нечисто слушать так прям как как будто книжку страх и ненависть уолл стрит читаю да не серьезно но это это я уже потом то есть таких моментов на самом деле таких нюансов было очень много потом они все потом мне пригодились на самом деле слушай а вот короче вот ситуация в украине у вас всех вообще волнует вот меня допустим жутко блин я хочу к вам еще раз гости съездить но короче как ты уже ссыкотно не подожди вот мне интересно короче несколько моментов клубы то работает у вас там кто клубы ночные арена работает конечно и вот к ресторан там работает и клуба не все равно еще как работает а где эти какого ну как это называется правый сектор где квартир квартируется я просто пытаюсь быть максимально политкоррект коррект не знаешь ты можешь спрашивать абсолютно некорректные вопросы я на самом деле привык у меня и родственники подмосковье я общаюсь с иностранцами достаточно много общаюсь в том числе из россии слушай вы знаешь вас ну не знаю кого как конечно правом сектором вас напугали что что такое право это объединение партии вот и все серьезно ну да некоторые партии которые представляют там право радикальные силы объединились эти партии существовали всегда это не то что какие-то боевики это обычные какие-то дядьки вот они объединились сказали вот мы будем называться правым сектором при этом к ним присоединилась какая-то там панточка человек не знаем 20 которые называли себя правый сектор не назвали себя они тоже вот стали там придумали себе какой-то логотип но по большому счету это ну короче это не угроза национальной безопасности а ты вот то что по телеку вот то что мы видим ты видишь это по телеку просто феноменальные вырезки совпадение не думаю любил любимое выражение совпадение не думаю ну и черт вот короче говоря ну там ну извини там вообще против все вранье вообще блин а как вот вообще информацию узнать вот ну как не знаю как трейдер я как трейдер и на самом деле иногда уже начинаю понимать что узнать актуальную информацию на практически невозможно за всех этих сми которые манипулируют и где вообще брать инфу вот скажем мне вот мне инфу брать по там по украинскому конфликту скажем у тебя twitter есть да есть заходишь там вбиваешь тэг какой-нибудь там луганск допустим ну вот по тэгу луганск тебе пишут абсолютно там 50 каких-то гавриков которые прям живут в луганске он сейчас стоит на балконе там смотрит как летит снаряд и он тут же этот пить фоткает так далее ну как бы я я предпочитаю видеть тому или тому что говорят очень близкие люди друзья которым доверяю либо вот когда ты видишь знаешь там грубо говоря из одного и того же источника из одного этого же места пять человек говорит одно да и при этом по телеку показывают другое то однозначно создается что значит вот этот чувак по телеку врет но война короче жесть даже не хочу на тему разговаривать без бизнесуха бизнесуха все пилят пилят территорию по любому а нйси торгуешь еще до сих пор да да торгую вас рынок открывается американский там во сколько 430 430 дня вот ты проснулся и ты вот чё делаешь вообще где-то информация читаешь короче ну вот смотри я тебе вкратце опишу такой вот ленивый сценарий во первых у меня есть twitter в котором я подписан на но очень многих там которые регулярно пишут про рынок кроме того там хэштеги там типа сток экшен и так далее вот то есть оттуда можно почерпать вплоть до того что там люди публикуют свои плейлисты вот они на день там себе уже кто-то на фильтровал там с фильтром наловил тикером да вот я его забиваю кстати в вашу арчер вот я туда тикеров позабивал посмотрел вот это мне нравится вот это мне нравится это слишком дешевая это слишком дорогое но ты короче здесь действуешь как старый лудоман тебе лишь бы что-то двигалось да там подстроишься это а слушай а чё вообще с нефти будет вот нефть падает ты же говорю что нефть много торговал чё-чё-чё вообще тогда делал что сейчас делаешь я помню только как она меня регулярно имела а чё будет и короче что будет смотреть ты знаешь я вчера буквально читал ты видел там Морган Стэнли или кто-то выпустил прогноз говорит скорее всего будет 20 а я такой сижу думаю ребята вы почему-то не сказали когда она была 100 вы же не написали что она будет 50 так кто вам сегодня поверит и когда она там 46-30 а вы говорите она будет 20 я тоже могу сказать что она будет там 70 да ну ты такой вот пальцем в небо понятно ну ты видишь когда вот опытные трейдеры когда трейдеры которые долго собираются почему они никогда не говорят о работе ну вот почему вообще тяжело говорить о трейдинге потому что когда ты проводишь на рынке энное количество лет в трейдинге ты уже понимаешь что ничего нового нету ну по большому счету да и ты знаешь вот я представь там не знаю вот представь такую большую оргию шахтеров да они все собрались попить пиво неужели они будут рассказывать как классно он стахановец как он вчера круто там в забое намолотил там 5 тонн угля понятно никому не интересно нет конечно другой стороны если бы он намолотил там 30 тонн угля то может быть было бы интересно но так ремарка обсуждать порит особенно смешно когда люди начинают спорить о ценах которые там а вот послезавтра это акция будет стоить столько ты знаешь как она будет стоить послезавтра ну чё это за херня блин красавчик мне прям нравится как ты это все говоришь она с другой стороны чем вообще лучше торговать все таки фичами или акции ты знаешь круче всего торговать но лично мое мнение не знаю мы с тобой кстати про торговлю особо то никогда не говорили кстати да потому что мы опытные трейдеры и мы в основном что нам говорится о шахтах да правильно вот лично мой опыт так что слушатели наши услышали мне кажется лучше все торговать либо не индексными акциями которые не входят там ни в какие там 500 и так далее ну либо торговать тогда уже фьючерсами с торговать всяким добром которая входит во фьючерс не имеет смысл она орбитражится с индексом с плечом ну и фактически она зачастую ходит там ну можно сказать 80-90 процентов времени она ходит один в один с индексом так зачем он торговать если возьми фьючерс индекс там фьючерс на индекс и торгуй фьючерс знаешь чё Вов я вот до сих пор помню когда у вас можно было баксы положить на вклад по 20 процентов годовых да да так и есть да не но суть в том ну как бы сколько у вас банков то лопнуло с того времени сколько людей решили своих вкладов я даже знаю одного не буду говорить скажем человек по имени b из компании а который догадался в россии делать структурники делать 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 структурники для физлиц в одном банке и одно из соответственно структурник одной из частей как бы он вот эту вот фиксированную часть вот это было жесть я когда это узнал я говорю сколько у тебя жизни чувак как ты ну то бишь если что-то произойдет что произойдет столько лет столько доходности надавала ничего не произойдет ну вот советы новичкам совет новичкам значит мое мнение что в первую очередь не нужно никого слушать когда вы открываете позиции потому что вот у меня я себя до сих пор на таком ловлю и я честно говоря не верю когда кто-то говорит что у него этого уже нет что он уже супер опытный у него все это прошло вот бывает такое прочитал какую-то акцию там очень все красиво написано то приведены умные для тебя совет и ты вроде бы почитал и ты вроде бы умный ты вроде бы про это забыл даже и тут акция открывается совсем не в ту сторону и допустим она тебя поймала именно в позиции противоположных если бы ты не читал тебя бы выступила ты бы забыл у тебя эта мысль то что кто-то кого-то уважаешь да есть я прекрасно понимаю чем ты говоришь когда типа начитался кого-то и начал там блин вот я тоже очень я всем скажем ребятам которые мне на обучение приходят я всем говорю типа ребята вот вы пришли кто бишь учиться ко мне все забудьте вообще все сайты все форумы вообще что где-то либо читать потому что вот этот информационный шум реально с ним тяжело разобраться ты так новичок у тебя нет своего мнения у тебя нет какой-то своей темы нету понимания как правильно трактовать новость да и я перебью тебя хотел сказать у меня где-то где где-то я нашел методичку какого-то психолога на самом деле очень грамотные вещи там просто несколько тезиса там методичка буквально страниц 5 где он просто пишет читайте новости на следующий день грубо раз сегодня вы торгуете а завтра читаете новость бы это кстати прикольно но да видишь иногда иногда знаешь короче вот ты есть постоянно же когда трейдишь типа играешь с собой вот в эти mind games а вот он пытается тебя вести он хочет показать всем что вот так а на самом деле у него занятие такое а иногда происходит типа самые обычные вещи которые ты уже разучился вообще без подвоха воспринимает то бишь вот это не вот так вот когда ты ловишься на таких мыслях что кто-то что-то делает да что есть кукол да когда ты начинаешь вот об этом думать надо лучше встать и пойти погулять ну реально это саморазвод на каждом таймфрейме есть кукол однозначно но это не кукол это просто кто-то на 30 секундах проторговал слишком много да и он сам не знаю что он здесь кукол угу ну не знаю а ты как относишься к таким вещам когда люди знают что ну вот ты никогда нибудь торговал там по каким-нибудь фибоначо да ну конечно когда начинал торговать тоже увлекался всей этой психоделикой ну конечном счете ты же приходит к тому что есть спрос есть предложение есть покупатель есть продавец и любая сделка да это как ты уже сказал это покупатель с продавцом и на остальное уже так накласть я знаю что как бы если работает работает все то бишь когда меня спрашивают на рынке работает это работает это игре ребят на рынке работает все главное если вы это делаете системно и если к этому приз прикручен какой-то риск менеджмент и это вам дает как бы вести проще посчитать это дает вам зарабатывать деньги то какая вообще разница торгуйте хоть по фибоначо хоть по индикатор это просто производная цены просто мы смотрим на цену и вы смотрите на какую-то производную цену ну да в принципе так и есть вот у тебя есть миллион рублей куда вложить миллион миллион рублей вложить 2015 году на год миллион подожди миллион рублей пусть будет ладно 20 тысяч долларов куда вложить 20 тысяч долларов любую любая вообще вещь чтобы ты сделал 20 тысяч долларов есть конкретно 10 вложим в облигации государства россия какая там доходность я просто не в теме в россии наверно в рублях не еще в рублях валюте у вас же евро банды я вложила часть в эти банды причем не просто вложил а вложил и когда у тебя есть уже поза интересно вообще по разбираться чуть-чуть потому что на самом деле можно очень прикольные вещи делать просто надо найти какую-то фишечку до пятерочку прогулять а пятерочку а как прогулять чё делать путешествовать потому что потом потому что в итоге да ты рискуешь двадцатку так вот если ты ее всю потеряешь если ты вообще ничего себе даже не позволил у тебя будет фиговая эмоция ты больше никогда не захочешь вкладывать а если ты отдохнешь еще у тебя через пять лет будет эмоция что я вот двадцатку потерял ночью круто вот в тебе на самом деле большое спасибо то что потратил столько своего драгоценного времени мне на самом деле было очень приятно с тобой пообщаться крутой чувак ты грамотный трейдеров много интересных вещей сказал и спасибо всем а большое зрителям которые нас смотрели теперь каждый понедельник вы увидите это эти шоу задолен врача где будут на мой взгляд интересные люди в гостях и финансов и не финансов которые что-то расскажет вам интересное место того чтобы плавить свои мозги смотря телек по первому каналу включайте фоном и тишоу и наслаждайтесь полезной информацией иногда даже веселыми шутками давайте до скорого всем пока спасибо большое